Имя Хамеда Абуловича Канаматова широко известно жителям республики. 97-летний воин-фронтовик, капитан запаса, всю свою жизнь служит родной земле. Но мало кто знает, что он уже 63 года проживает в счастливом браке со своей супругой Розой Исмаиловной. Руководство республиканского ЗАГСа не оставило эту дату незамеченной. Гости побывали в доме четы Канаматовых. Подробности у шерифа Тлипшоковой. Семья Канаматовых уже привыкла к гостям. Они здесь бывают часто. Хамед Абулович – человек, которым гордится вся республика. Славный воин, он пример мужества и доблести. Многие знают, в 41-м Хамед Канаматов приписал себе год и отправился на войну. На Калининском фронте начался его боевой путь. Юноша обеспечивал бесперебойную связь, командовал ротой. Бесстрашный командир окончил войну в звании капитана. Хамед Абулович не признается, что его сердце все же дрогнуло один раз, когда он увидел в Чемкенте свою будущую супругу. Подойти к ней он не решился. Через год по возвращении с депортации отыскал девушку и послал сватов. Так в 58-м году появилась эта уникальная семья. В секрете счастливой супружеской жизни Хамед Канаматов видит в терпении, умении не зацикливаться на недостатках, а главное во взаимоуважении. Женщина святая, у нас говорят, у старики, девять месяцев утром носит, десять месяцев соску дает. Если один раз удовлетворить просьбу отца, 99 раз угождай своей матери. Мать главная. Вот это главный воспитатель детей, молодая жена. Это должен любой мужчина, составляющий молодую семью, должен понять, должен уважительно относиться к своей второй половине. С 63-летним Читу поздравила руководитель республиканского ЗАГСа Елизавета Семенова. Она сказала о том, как непросто через годы пронести любовь и уважение друг к другу, сберечь тепло домашнего очка. Союз Кономатовых вызывает чувство восхищения и уважения, заслуживает широкого общественного внимания. Она вручила юбилярам поздравительное письмо и подарки. Люди, прожившие столько лет в браке, сохранившие семью, сохранившие основные ценности, которые необходимо помнить и чтить в семье, я думаю, что будут интересны не только нам, но и молодежи, которая сейчас подрастает. В семье Кономатовых двое детей и трое внуков. 86-летняя бабушка Роза Исмаиловна по праву гордится ими. Педагог по образованию, а на 25 лет проработала в школе-интернат Черкеска. Война в ее жизни также оставила тяжелый след. Отец Исмаил Глоуф работал судьей. В годы войны ушел в местный партизанский отряд. Немцы арестовали его отца и грозили расправиться, если сын коммунист не выйдет к ним. Исмаил пришел и был расстрелян. Отец отпущен на свободу. По сей день Роза Исмаиловна хранит медаль, присвоенную посмертно ее отцу. Проживя непростую жизнь, Кономатовы сохранили в душе свет и по-прежнему дарят тепло людям. Их долгий семейный союз образит взаимопонимание, терпение и любви. Шерифат Любшокова, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия.